Заметки Электрика Заметки Электрика Заметки Электрика Заметки Электрика Около 250 или 300 рублей Как вы понимаете, это вполне приемлемые деньги К тому же за такой современный девайс Приобрел я его на всем известной торговой площадке Алиэкспресс Ссылочка будет в описании под видео В комплекте прилагались две защитные крышки, ну и крепежные шурупы. А вот инструкции, к сожалению, не было. Итак, реле санов имеет следующие технические характеристики, часть которых, кстати, отображена непосредственно на его корпусе. Максимальный ток управляемой нагрузки составляет 10 А, напряжение питания составляет от 90 до 250 В, стандарт беспроводной связи 802.11 BGN, протокол безопасности ВПА-ПСК и ВПА-2ПСК, температура эксплуатации от 0 до плюс 40 градусов, ну и масса около 40 или 50 грамм, достаточно легкий. Возможности реле санов Basic. Это управление нагрузкой через Wi-Fi, второе управление нагрузкой через интернет, третье управление нагрузкой по заданным таймерам, как с прямым, так и с обратным отсчетом, и управление нагрузкой с нескольких мобильных телефонов. Вот такие вот возможности имеет реле санов. Его можно смело применять в системах умного дома и для прочих различных нужд и потребностей. Сначала я вам расскажу о том, как подключить данное реле, а затем проверим все его заявленные способы управления на практике. Итак, поехали! Для работы реле ему необходимо напряжение питания 220 В, а значит его без проблем можно установить в удобном для вас месте, например, в чаши люстры или прямо под натяжным потолком, как я и говорил, а также непосредственно в распределительной коробке, если там предостаточно места. Для крепления реле к поверхности у него имеются два крепежных отверстия. Схема подключения реле санов очень простая. На клеммы L и N со стороны input, с этой стороны подключается соответственно фаза и ноль питающего напряжения 220 В. Да, кстати, обратите внимание, что подключаемые жилы должны быть сечением не больше полутора квадратных миллиметров, но я все же попробовал подключить жилы сечением 2,5 квадратных миллиметров. В результате жесткий однопроволочный провод еще можно подключить без проблем на клеммник, а вот гибкий многопроволочный с обтулочными наконечниками НШВИ уже с большим трудом вставляется в клемму, так что пришлось их даже немножко сплющить, то есть сдеформировать. В качестве примера я использовал питающий кабель марки ПВС, который как раз таки имеет сечение 2,5 квадратных миллиметров. На другом конце кабеля имеется вилка, которую в дальнейшем я подключу в любую розетку с напряжением 220 В. Так, соблюдаем ЦТУ маркировку проводов. Коричневая это у нас фаза. Вставляем его, соответственно, в клемму L. Синяя это у нас 0, вставляем в соседнюю клемму N. Так, это у нас готово. На клеммы L и N со стороны output подключается, соответственно, фазой 0 нагрузки. Для удобства подключения нагрузки на выход реле я подключу вот такую розетку. То есть здесь аналогично белая это у нас фаза. Вставляем, соответственно, в клемму... Не сюда. И синий провод это у нас 0. Вставляем соответствующую клемму N. Ну вот, в принципе, и все. Кстати, клеммные крышки несут не только защитную функцию, но и играют роль зажимов питающих проводов и кабелей. Вот видите, у них специальные зубчики тут такие есть, как зажим. Ну все, закручиваем... ...наши крышки. Ну вот, видите, провод у нас, как говорится, еще зажат немножко крышкой. В принципе, вот, все готово. В качестве нагрузки я подключу вот такую светодиодную лампу про устройство, которое я уже вам подробно рассказывал в одном из своих видео. Так что вот лампа у меня с такой вот вилочкой. Я включу в эту розетку лампу, как в качестве нагрузки нашей. Вот самая простая схема подключения реле санов. Кстати, в качестве нагрузки не обязательно использовать только лишь лампу или группу ламп. На выходные клеммы можно смело подключать любую другую нагрузку, не превышающую номинальный ток 10 А. А если вам все же необходимо управлять нагрузкой, имеющей значение тока выше, чем 10 А, то ее можно подключить к контактору, а с помощью реле уже управлять катушкой этого самого контактора. В связи с этим можно добавить, что при использовании контактора можно управлять хоть однофазной нагрузкой, хоть трехфазной, хоть постоянным током, хоть переменным током. Не суть важно. Таким образом, сфера применения реле санов очень широкая и разнообразная. И можно управлять хоть одной лампочкой, хоть мощным однофазным электронагревателем, хоть трехфазным электродвигателем и так далее. Все зависит только от ваших нужд и потребностей. А теперь рассмотрим все возможности управления реле санов более подробнее. Вскрывать реле и смотреть его устройство я не буду. На этот счет уже предостаточно информации в интернете. Посмотрите соответствующие ресурсы по электронике, например. И судя по отзывам, исполнение у реле вполне достойное. Кстати, кому интересно знать, то реле собрано на базе известного китайского микроконтроллера ESP8266. Прежде чем рассказать вам про управление реле через сеть Wi-Fi, расскажу, что им можно управлять и вручную. Для этого на его корпусе имеется небольшая вот такая вот утопленная кнопочка черного цвета. Так вот при одном кратковременном ее нажатии реле включается, а при повторном нажатии, соответственно, отключается. Напряжение я уже на реле подал. Как видите, здесь горит такой зеленый светодиод, но о нем я расскажу чуть позже. Итак, вот один раз нажимаем на кнопку, реле срабатывает, лампа у нас горит. И отключаем. То есть это у нас такое, как говорится, ручное управление. Причем для этого не обязательно, чтобы реле было подключено к сети Wi-Fi. Управление будет осуществляться и в оффлайн режиме. Но помимо этого, кнопочка несет в себе и другой функционал, о котором я расскажу чуть позже. Для реализации возможности управления нагрузкой через Wi-Fi и интернет, соответственно, необходимо установить на телефон мобильное приложение EvoLink. Это приложение можно найти как для устройств с Android, так и с iOS. Для облегчения поиска приложения, можно воспользоваться необходимыми QR-кодами на самой упаковке реле. Для устройств с Android приложение EvoLink можно бесплатно скачать с Google Play и без особых проблем установить себе на телефон. Интерфейс программы поддерживает русский язык. Для устройств с iOS данное приложение доступно в App Store. Скачивать и устанавливать данное приложение на iPhone или iPad я не пробовал, поэтому кто опробовал данное приложение на устройствах с iOS, отпишитесь, пожалуйста, в комментариях о результатах. Итак, после установки приложения EvoLink необходимо будет сразу пройти регистрацию, указав страну и свой электронный адрес. При этом телефон должен обязательно быть подключен к интернету. После этого на почту придет проверочный код, код действительный на 30 минут, который необходимо будет ввести в соответствующей строке e-mail код. На этой же страничке необходимо ввести пароль для входа в свой будущий аккаунт, не менее 8 символов. Далее заходим в приложение EvoLink, нажимаем на добавить устройство, вот такая круглая синяя кнопка. Затем нам необходимо выполнить сопряжение реле и роутера путем длительного удержания в течение 5 секунд. Вот это самые черные кнопки на корпусе реле. После чего на реле, как видите, заморгал зеленый светодиод. Далее ставим галочку на первом режиме подключения и нажимаем Далее. Теперь необходимо выбрать из списка нашу Wi-Fi сеть и ввести от нее пароль. Чтобы каждый раз не вводить пароль, можно поставить галочку Запомнить пароль Wi-Fi и нажимаем Далее. Как видите, пишет найдено устройство первого поколения и его какой-то там внутренний или заводской номер. Регистрация устройства происходит. Регистрация завершена. После успешного сопряжения, реле автоматически передает данные на китайское облако Amazon AWS или CoolKit, что дает возможность управлять им через интернет. Я к этому еще вернусь чуть позже. Ну а теперь вводим имя нашему найденному устройству. Пусть это будет, например, реле 1. Завершить и добавить. Успешно добавлено. Имя можете вводить любое, которое легко отличит его от других подобных устройств. Вдруг оно у вас будет не одно. Например, я обозначил его, вот как видите, реле 1. И теперь оно у нас отображается в списке всех устройств. Пока оно единственное в данном списке. Но скоро будут и другие. Когда реле находится в онлайн, то есть в сети, то на его корпусе всегда горит зеленый светодиод. Как только светодиод начинает моргать, то значит связь с роутером или интернетом у реле утеряна. Пока я тестировал данное устройство, проблем с потерей сети я не замечал. Устройство всегда находится в сети и стабильно реагирует на команды управления. Ну что, попробуем включить реле через телефон. Для этого нажимаем на реле 1. Когда вы первый раз зайдете, то тут вверху будет виднется красная надпись о том, что необходимо обновить приложение Evalink. Хотя в Google Play обновление не отображается. Для этого нужно будет зайти вот сюда, в настройку. Видите, здесь указана версия PO 1.5.5. А после установки в Google Play она, по-моему, будет версия 1.5.2. А здесь будет кнопочка скачать и то есть произвести обновление данного приложения. Запомните, главное условие работы реле это наличие доступа в интернет. Если вдруг пропадет доступ в интернет, то на корпусе реле начнет мигать зеленый светодиод. А в приложении на его вкладке отобразится режим оффлайн. То есть недоступен для управления. Итак, чтобы включить реле, нам необходимо нажать, ну, либо войти в реле и нажать вот эту вот круглую виртуальную кнопку. Вот нажимаем. У нас реле срабатывает, лампа горит. Нажимаем повторно. Лампа подключается. Можно не заходить, можно управлять прямо непосредственно вот с этого меню. То есть нажимаем вот эту маленькую кнопочку. Ну, как видите, при отключенном положении кнопка имеет фон с серой заливкой, а при включенном положении кнопка изменяет свой цвет на зеленый, а фон становится вот таким вот синим. Ну, помимо банальных принципов управления, можно задать время включения или отключения по таймеру, настроив соответствующую дату и время его управления. То есть вот, нажимаем на кнопку таймер, нажимаем добавить таймер, таймер можно включить однократно, либо повторно с каким-то, допустим, определенным, в какие-то определенные дни недели. Также указываем таймеру, что нужно сделать, либо включить реле, либо отключить реле. Ну, и указываем дату и время. Помимо этого, имеется таймер с обратным отчетом, то есть, что нам нужно сделать, включить, либо отключить реле с обратным отчетом, то есть, через сколько реле включится или, например, задаем через сколько реле отключится. Здесь все аналогично. Помимо этого, имеется циклический таймер. Здесь мы можем задавать определенный цикл. Например, во сколько реле, через какое время реле включится и через какой промежуток времени изменит свое положение. Также указываем дата начала и время начала данного цикла. Здесь я подробно рассказывать не буду. Кому интересно, то разберетесь сами. Здесь ничего сложного нет. Кстати, будьте внимательны при настройке таймеров, а то при наложении времени ни один из них может не сработать. Также в настройках можно указать, в каком положении будет оставаться реле, если вдруг с него будет отключено питание 220 вольт. Заходим в реле, нажимаем эти три кнопочки вверху и нажимаем настройка. Здесь есть три варианта, то есть вот питание на выключатель. То есть при появлении питания 220 вольт, реле будет включаться, либо отключаться, либо оставаться в исходном состоянии, в котором было до отключения питания. Ну вот давайте, допустим, питание на выключатель будет включаться. Теперь я сниму напряжение. И снова подаю напряжение. Видите, реле включилось. Давайте попробуем, будет выключаться. Нажмем. Отключил питание, включаю питание. Реле отключено. Ну и давайте сделаем, что оставаться в исходном состоянии. То есть, допустим, была вот лампа включена, питание пропадает. Дальше опять питание появляется. И реле у нас включается. Кстати, это очень удобная функция. Так как, например, у контроллера для люстр, при появлении питания контроллер у них почему-то всегда самостоятельно включался. А представьте себе, вас нет дома, чуть моргнуло напряжение в сети, и контроллер самостоятельно включил нагрузку, там, люстр, например. Здесь такого инцидента не произойдет, так как в подобном случае все можно настроить под ваши потребности. Помимо сказанного выше, все подключенные у вас устройства в приложении Evolink, можно группировать между собой и объединять различными сценариями. А можно ли управлять реле сразу с нескольких телефонов? Отвечаю, можно. Здесь два варианта. Либо заходим в приложение Evolink под одинаковым логином и паролем, с разных телефонов, либо делимся устройством, то есть делегируем права другому аккаунту через данное приложение. На каждый телефон необходимо установить соответствующее приложение Evolink и войти в него под одинаковым именем и паролем, вернее, под тем же именем и паролем, которое использовалось при сопряжении, то есть при регистрации данного реле. Допустим, я вошел в данное приложение и вдруг с другого телефона тоже пытаюсь зайти под этим же логином и паролем, то там выскочит ошибка и меня с этого телефона выкинет. А со второго телефона произойдет вход в данное приложение для управления. Вот такой вот есть небольшой нюанс. Если зарегистрировать другой электронный адрес и пароль, то приложение сообщит вам, что устройство принадлежит другому пользователю. Но здесь тоже есть выход. Допустим, можно поделиться с другим пользователем в таком случае. Нажимаем кнопку «Поделиться». «Поделиться устройством». Здесь вводим уже другой аккаунт и нажимаем «Ок». Таким образом, вы передаете права управления данным реле другому пользователю. При этом хотелось бы заметить, что при управлении реле с одного телефона его положение, статус, будет отображаться практически мгновенно сразу же на всех других телефонов, которые подключены к данному реле. Помимо управления реле по сети Wi-Fi, им также можно управлять и через интернет. Из любой точки вашего местонахождения. То есть из любой точки мира, где есть выход в интернет. Итак, для управления выключателем через интернет необходимо войти в это же приложение Evolink под своим именем и паролем, которые вы указали при регистрации. Ну а дальше все по аналогии. Это же приложение, эти же настройки, эти же кнопки управления и тому подобное. Разница лишь в том, что вы находитесь не дома в зоне действия вашей Wi-Fi сети, а на расстоянии сотни и тысяч километров от дома и управляете нагрузкой через сеть интернет. Но все же без интернета управлять реле вы не сможете, так как управление идет не через локальную сеть, а через сеть интернет. То есть то самое китайское облако, про которое я упоминал ранее. И не важно, управление идет через Wi-Fi или через интернет, обращение при управлении всегда идет через облако. А для доступа к облаку нужен доступ в интернет. В связи с этим различные умельцы в интернете уже придумали, как отвязать данное устройство от китайского облака и сделать управление через локальную домашнюю сеть. На самом деле это сделать не так-то и просто, так как необходимо менять прошивку данного реле, подключив для этого специальный программатор и тому подобное. Кому интересно, то данную информацию можно легко найти и на определенных ресурсах. Кстати, если вам необходимо аналогичное устройство, но с дополнительной функцией радиоуправления, типа вот с такого пульта, то вам необходимо заказывать реле SANOV версии RF. Если вы хотите управлять нагрузкой там, где нет вообще сети интернет, то можно воспользоваться реле SANOV версии GSM или GPRS. Также помимо перечисленных, у них имеется реле с датчиком влажности, также у них есть двухканальные различные реле, то есть для двух нагрузок. А вообще у производителя SANOV имеется много различных устройств. О некоторых наиболее интересных и значимых я расскажу вам на своем канале Заметки Электрика. А тех, кто уже пользуется данным реле, попрошу поделиться в комментариях о местах его применения, чтобы другие читатели и гости канала могли подчеркнуть для себя полезную информацию при использовании данного гаджета, данного устройства. Ну а на этом, пожалуй, все. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами, как всегда, был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. До новых встреч!